всем привет как уже сказала спасибо или меня представила меня зовут дима сегодня мы с вами поговорим про автоматизацию как же начать и как сделать первые шаги начну немножко о себе работаю я войти уже около двух лет полтора года из этого связаны с автоматизацией работал на проектах разного уровня разного масштаба начиная от какого-то стартапа который пишется с нуля заканчивая большим легаси проектом который пришел нам по наследству давно работает уже продакшен не приносит деньги заказчику во всех проектах принимал участие в построении фреймворка в написании автотестов есть опыт написания автотестов на джаве на дотнете собственно потому что проекты были и на джаве и на дотнете best practices это если проект на джаве то соответственно автомашин фреймворк тоже пишется на джаве отвечая на вопрос почему выбрал такую тему расскажу следующее как правило джуниоры автомашин джуниоры когда приходят на проект как правило там уже есть готовый фреймворк который разрабатывал более уже опытный специалист и нет возможности написать с нуля вникнуть во все аспекты моё я уверен в том что понимание полное приходит тогда когда ты сделал все с нуля все самостоятельно его тогда ты осознаешь как она работает что почему и зачем для тех людей которые не сталкивались еще с автоматизацией это будет интересно по той причине что это отличный плюс который можно написать себе в в резюме собственно здесь сюда хотелось бы начать с небольшого опроса поднимите пожалуйста руки те кто ой назад отмена еще раз отмена кто уже писал на веб-драйвере кто занимался автоматизации на веб-драйвере знает что это такое и как да не густо хорошо давайте поднимем руки те кто не писал и не знает что это и как это отлично значит мы сегодня собрались не зря да ну и можно конечно поднять руки тем кому пофиг нет таких отлично меня это радует в общем-то автоматизация это одно из направлений куда можно развиваться развиваться как мы не алкей это дополнительная область компетенции которая очень сильно прибавляет вам плюсов как специалист и небольшой экскурс как все-таки сейчас развивается кей область да например еще года четыре назад для того чтобы устроиться на позицию кей джуниора достаточно было прочитать несколько книжек и иметь хороший уровень английского и уже можно было в принципе со скрипом пройти на позицию джуниор кей сейчас уже а джуниор кей требуется и знание сиквел и понимание автоматизации понимание процессов и желательно конечно базовое знание программирования для того чтобы читать чужой код и понимать как работает приложение собственно поэтому я и решил этот доклад сделать чтобы подтолкнуть тех кто давно собирался хотел но боялся считал что это неподъемный груз и откладывали это на потом и как для того чтобы резюмировать все вышесказанное я пытался как-то это кратко сформулировать там каким-то выражением которые вы уже случайно увидели я увидел его в профиле одного из коллег и звучит она вот так вот жизнь слишком коротка чтобы заниматься ручным тестированием кто согласен с этим да значит я так понимаю все остальные не согласны я вот отношусь ко второй ко второй половине ко второй части да я решил его немножко добавить немножко добавить от себя я добавил одно слово которое как по мне расширяет это выражение очень сильно и вот именно описывает мое отношение к тому почему я решил рассказать вам про автоматизацию то есть жизнь слишком коротка чтобы заниматься только ручным тестированием то есть это не исключает того что вы занимаетесь меню тестированием да но развиваться в сторону автоматизации можно и нужно дальше для того чтобы было общее понимание давайте дадим определение автоматизации что такое автоматизированное тестирование кто хочет вы высказаться никто хорошо давайте я выскажусь до автоматизированное тестирование это процесс проверки по в ходе которого основные функции и шаги теста выполняются с помощью какого-то тула автоматизации да сегодня мы поговорим про такой то как selenium это бесплатный инструмент который позволяет автоматизировать в приложении тестирование в приложении у автоматизации есть свои плюсы и минусы вначале поговорим о плюсах первый это повторяемость под повторяемостью понимается то что автоматизировать запрограммирован на прохождение определенных каких-то шагов и он всегда идет по этим шагам не отклоняясь ни в какую сторону то есть исключен человеческий фактор когда человек может что-то неправильно посчитать не туда нажать не туда посмотреть и так далее дальше понятно быстрое выполнение скрипты выполняются быстрее чем руками клацать автономное выполнение тесты могут гоняться в автономом режиме на бэкграунде в это время к инженер занимается чем-то другим также тесты можно можно запускать в нерабочее время и как следствие если они в нерабочее время то очень помогают репорте репорты которые тоже так же самое автоматически генерации но есть и минусы и как ни странно первый минус это та же самая повторяемость я думаю многие из вас слышали что такое парадокс пестицида или эффект пестицида кто-то кто знает кто кто может кто скажет что это такое совершенно верно то есть если мы будем прогонять одни и те же тесты с одними и теми же тестовыми данными то вероятность что такой тестовый набор найдет баги уменьшается постоянно с каждым спринтом с прогоном отлично пропуск мелких ошибок опять же скрипт запрограммирован что-то проверять какие-то определенные вещи и например если скрипт проверяет присутствие на странице какого-то элемента он его если находит то тест прошел но у вас может поехать верстка например да этот элемент есть на странице но он расположен не там где должен находиться поэтому такие ошибки тест пропустит и это является минусом дальше понятно затраты на разработку автомашин фреймворк по сути это приложение которое тестирует приложение затраты на разработку достаточно велики и на поддержку точно также приложение у нас не статичное приложение развивается меняется и соответственно тесты устаревают их нужно обновлять нужно апдейтить и тюнить каким-то образом и последнее но самое конечно тяжелое самый тяжелый недостаток это стоимость инструментов бывают бесплатные сегодня мы будем говорить исключительно бесплатных инструментах но бывают платные сам сама сам автомашин это такой сложно его продать заказчику потому что его нужно грамотно объяснить зачем и почему нужен заказчику объяснить все плюсы и минусы это на самом деле не дешевое удовольствие а если еще сюда прибавляется и стоимость инструмента то соответственно продать такой такое решение еще сложнее с этим я думаю все понятно да отлично пойдем дальше веб-драйвер селениум веб-драйвер направлен на тестирование в приложении и для того чтобы понимать каким же образом он тестирует нужно разобраться что же такое в приложении кто-то хочет сказать что такое веб-приложение доступная сеть интернет давайте я сформулирую немножко точнее в приложении это клиент сервина клиент серверное приложение в котором клиентом выступает браузер а сервером веб-сервер и вот типичная схема веб-приложения то есть у нас есть юзер до который каким-то образом взаимодействует с браузером нажимая там кнопочки что-то вводит браузер отсылает на сервер запросы http сервер обрабатывает эти запросы возвращает браузеру например тот же самый код html код страницы да и собственно это все отображается уже конечному пользователю и возникает логичный вопрос да где здесь собственно веб-драйвер где здесь веб-драйвер нет не на сервере веб-драйвер направлен до нас на замену юзера то есть он заменяет юзера для того чтобы ну собственно вот он да каким образом она работает selenium веб-драйвер вместо юзера посылает браузеру команды браузер точно также на них реагирует отправляет запросы на сервер ну и дальше все точно так же но обратите внимание что если в предыдущей схеме решения о том прошел тест или не прошел принимал сам к в инженер то здесь принимает сам веб-драйвер на основании проверок опять я приводил уже пример что там присутствие какого-то элемента на странице или определенного там текста какого-то или отсутствие элемента в общем проверки бывают разные пойдем дальше разобрались да понятно как работает в приложении отлично вот кто знает что это за зверь selenium и да я кто-то слышал поднимите пожалуйста руки кто слышал что ага есть такие отлично остальные сколько не слышали да уже все слышали отлично что такое selenium IDE selenium IDE это плагин для firefox браузера который ну в принципе представляет из себя прокси он проксирует то есть отлавливает действия юзера и записывает их в виде тестов только для firefox она что же он умеет с помощью selenium IDE можно понятное дело записывать тесты да можно проводить различные виды проверок опять же присутствие элемента на странице отсутствие и так далее можно тесты собирать в тестовые наборы и впоследствии эти тестовые наборы автоматически запускать по какому-то расписанию то есть график какой-то и они автоматически вас будут прогоняться можно установить дополнительный аддон прийти репорт который генерит репорты ну репорты конечно паршивые там но целом он это умеет и даже умеет экспортировать записанные тесты в код если останется время и останутся силы то я в итоге вам покажу в какой код получается на выходе selenium IDE какой код нужно писать так дальше я покажу каким образом работает selenium IDE это будет небольшой такой воркшоп запишем пару тестов и запустим их а потом сравним потом те же самые тесты напишем на драйвере именно для того чтобы установить selenium IDE он устанавливается так же само как и любой аддон для mozilla то бишь заходим в addons вводим selenium IDE устанавливаем прийти addons так же само так будет лучше я думаю так появляется вот такая иконочка у вас нажимаем появляется сам selenium IDE вот что он из себя представляет вот такое вот окошко здесь по умолчанию включена запись я пока ее выключу сделаю чтобы было удобнее вот так вот для того чтобы начать запись нажимаем рекорд и собственно можем начинать тест да заходим на data art.ru и я предлагаю записать два теста первый негативные для поиска на главной странице второй позитивный ведем какие-то критерии и проверим что есть результаты поиска первый допустим ведем просто пробел и нажмем enter да собственно не нашли мы никаких search results и результатом проверка будет какая допустим наличие вот этого текста на странице вызываем контекстное меню и вот здесь вот есть assertion то есть проверки которые мы можем сделать на странице например проверить что title на странице поиск title это вот вот здесь вот дальше можем проверить что есть у нас вот это текст ничего не найдено да можем проверить что вообще есть этот блок с текстом и так далее могу рассказать чем отличается assertion от verification или понимаете нет вот это ограниченный список который он предлагает рассказываю assert фейлит весь тест то есть если у вас падает шаг в котором assertion то тест автоматически падает и следующие шаги не проходят verify проверяет в этом шаге и фейлит шаг то есть шаг помечается как упавший но следующие шаги проходят если у вас допустим несколько verification of то вы можете проверить несколько там какие-то несколько кондишенов и в итоге у вас следующие шаги пройдут не будут скипнуты ну я предлагаю допустим проверить вот наличие текста да что ничего не найдено добавляем и останавливаем запись смотрим да вот у нас есть открыли страницу нажали на кнопочку написали search критерия нажали search проверили что на страничке у нас что-то там есть то что мы проверяем смотри вот здесь написано base url вот здесь то есть это ну ты понял да относительно до сохраняем наш тест кейс напишем ему там негатив негатив просто негатив запишем еще один да запишем позитив new test кейс и начинаем точно так же да заходим на data are true заходим на data are true вводим нажимаем вводим какие-то search критерия ну тут уже у меня есть допустим вакансии в херсоне да всем интересно вакансии херсоне забыл запись спасибо еще раз вводим вакансии в херсоне нажимаем поиск нашли search результаты да и проверим допустим что чем это можем проверить вот опять же предлагает список каких ну проверим там что я хотел проверить что элемент present да проверим что вот этот блок с search резал там он у нас есть на странице все останавливаем запись сохраняем как допустим позитив теперь это все мы можем также само сохранить тестовый набор напишем search verification и собственно запускаем да вот закроем даже это эту вкладочку и запускаем наш тестовый набор и собственно по шагам она все проходит то как мы записали и мы видим что два теста у нас зеленых два теста прошли все хорошо давайте поломаем один из тестов для интереса поменяем имя линки добавим пробел допустим да точно также запускаем тест упал упал почему потому что не нашел нужного элемента на странице собственно вот так оно все и происходит скедулинг тоже достаточно таком чё-то беда тут какая-то ладно не будем раскинули там тоже на самом деле все интуитивно понятно вот точно также интерфейс понятный все четко и ясно дальше пропитие донс пропитере портс как я говорил там репорты такие не очень поэтому я просто его сохранил вот в таком видео он показывает репорты то есть он показывает тесты имя теста да все очень негатив все очень позитиву показывает какие шаги проходились и на каком шаге упала не особо информативно ну как бы есть такая возможность если есть вопросы какие-то по этому делу или что-то еще могу показать принципе я так как-то живенько быстренько все рассказал дима есть вопрос показываю здесь есть точно также в меню файл прийти репорт экспорт репорт можно репорт по тест кейсу можно репорт по тест сьюту получить в общем-то поселению майды я все и перейдем наверное к следующему слайду когда же все таки я рекомендую использовать селению майды я потому что тул на самом деле достаточно спорный и возможности у него достаточно ограничены и область применения достаточно ограничена во первых когда его нужно применять это прохождение при кондишенов для мануал тестирования приведу пример со своего текущего проекта у меня travel проект и последняя страничка в booking flow это пойман да у вас есть пассажиры которые будут куда-то там лететь куда где-то жить и нужно проверить проходит ли booking то есть заполнить все поля пассажиров все личные данные фамилия имя телефоны даты рождения карточки и если это один пассажир то еще можно с горем пополам там каким-то там запастись терпением и все это дело проклацать и заполнить но пассажиров может быть до 7 то есть это тьма полей плюс разные виды пайментов плюс разные виды юзеров то есть это огромный тест сет получается и если садишься и проходишь это за один день то после там первого десятка тестов начинаешь рвать на себе волосы и сходить с ума поэтому один раз потратили время записали тесты нажали play секунда у вас заполнено поле все все поля это да это больше вот относится уже к следующему пункту до проверка валидации то есть клиентская валидация это она строится по определенным правилам да есть то что можно вводить есть то что нельзя вводить то есть мы можем точно также написать позитивные и негативные тесты которые проверят валидацию по нажатию одной кнопочки не нужно каждый раз выдумывать чем не там ввести там и так далее читать заново документацию а какие там у меня правила с этой валидации и так далее то есть незаменимый инструмент в этом плане и я вам очень рекомендую но он плохо работает вот нужно использовать приложениях ненагруженных аджаксом да айдешка работает плохо с когда какой-то контент загружаются уже после основной загрузки страниц то есть аякс запросами он работает нестабильно и я бы не рекомендовал использовать его в такой ситуации это тут чисто как по мне это вспомогательный тул для меню алтестеров вот классный реально бесплатный и классный из минусов я это не показал но по чете мне на слово нужно быть внимательным при записи тестов все что вы клацаете он записывает то есть вы наклацали случайно что-то не то все тест у вас уже упадет и вы будете искать почему он упал а вы там случайно там в контакте где-то что-то там нажали дальше тяжело поддерживаемые тесты например да вы записали там десяток тестов и в каждом тесте у вас используется один какой-то элемент допустим вы на него кликаете поменялся этот элемент все тесты у вас упали нужно каждый тест отдельно редактировать поэтому но это долго много времени занимает и короче напряжно вот экспортируемая опять же покажу если останется время его переписывать приходится под ну на 90 процентов точно он не поддерживаемый не читаемые это короче лучше не делать и самый главный последний но самый главный минус работает только firefox не знаю по какой причине но только firefox и все ваши тесты будут будет возможность прогнать только firefox только и дешка да и собственно с selenium айды я закончили дальше поговорим про веб-драйвер да чем же все таки selenium айды и отличается от selenium веб-драйвер как вы уже увидели айды ешка это аддончик который записывает просто за какие-то действия юзера а потом их воспроизводит это такой рекорд-н-плей тула которая записывает а потом просто как видео магнитофон проигрывает что записали да как видеокамера selenium веб-драйвер это уже нечто большее это кросс-платформенный кросс-браузерный тул который область применения его просто огромнейшая и мне понравилось определение алексея баранцева очень известный человек в мире тестирования автомэйшн и вот он такое предложил определение что selenium веб-драйвер представляет собой драйвер браузера то есть библиотеку которая позволяет разрабатывать программы которые управляют поведением браузер то есть ну как бы я думаю все знают что такое драйвер для того чтобы там распечатать на принтере чё то вам нужен драйвер принтера да для того чтобы там видеокамера работала там этот проектор тоже нужна как нужен драйвер для того чтобы им управлять собственно web driver это драйвер браузер он позволяет посылать команды какие-то браузеру. Уже те, которые мы хотим, мы пишем это в коде, и эта библиотека предоставляет перечень методов, которые реализуют вот это все. Интеракшн с браузером. Немножко о веб-драйвере поговорим. Область применения веб-драйвера. Как вы видите, языки программирования достаточно... Это вот основные, самые популярные. Это Java, C Sharp, Ruby, Python. И этим не ограничивается. Там дальше есть и JavaScript и так далее. И PHP в том числе, да. Ну, просто вот это самые распространенные, которые используются больше всего. Поддерживаемые браузеры, да, тоже основные. Firefox, IE, Safari, Opera, Google Chrome. И там дальше, дальше, дальше есть еще список. И уже поддерживается новый Edge, который в десятке. Вместо интернет-эксплорера, да. Собственно, про веб-драйвер такая общая информация. Теперь, что же нужно для того, чтобы начать писать на веб-драйвере? Если вы пишете на Java, да, обязательно нужен Java SDK. То есть, Developer Kit – это набор инструментов для того, чтобы, собственно, писать, компилить код, запускать. Если это C Sharp, ну, понятно, .NET, да. Нужна IDE, то есть, где вы будете писать код. Для Java, IntelliJ IDE, Eclipse, для C Sharp, Visual Studio. Ну, в общем, для каждого языка своя. Веб-драйвер, соответственно, вам нужна сама библиотека с методами для работы с браузером. TestNG. TestNG – это фреймворк автоматизации, который позволяет вам структурировать ваши тесты, разделить их на какие-то разделы, отдельно прикондишены, отдельно тестовые методы, отдельно описание элементов страницы. В дальнейшем я это все покажу и буду ссылаться вот именно на вот этот слайд. Поэтому, пожалуйста, запомните. Точно так же аналоги для Java и G-Unit, для C Sharp and Unit. Maven – инструмент для сборки проекта, то есть проект нужно собрать, запустить, подключить к библиотеке. И Optional – это я от себя чисто рекомендую для Firefox два дончика – это Firebug, FirePass. Firebug заменяет DevTools, делает его более информативным и удобным. А FirePass добавляет в Firebug еще одну табу, где можно писать локаторы. И вот мы подошли к локаторам, и теперь немножко о локаторах. Что такое локаторы? Локатор – у нас есть веб-элементы на странице, с которыми мы хотим что-то сделать, нажать, ввести текст и так далее. Для того, чтобы это сделать, нам нужно этот элемент определить уникально. Вот сказать, что нажми на вот этот, и каким-то образом его уникально в одном экземпляре идентифицировать. Это можно делать разными способами. Здесь я привел по приоритету сверху вниз по использованию. То есть, если мы не можем по ID-шнику, мы спускаемся ниже, 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 пока не определим, как же все-таки мы этот элемент идентифицировали. То есть можно по ID, можно по атрибуту name, по имени класса, по CSS-селектору, по XPAS, по ссылке. Ну, ссылка – это такой тоже стрёмный момент, так сказать, потому что ссылочку всегда могут там немножко изменить, там букву поменять, и будет беда. Так, дальше. Чтобы писать правильно и красиво, по best practices нужно использовать два основных паттерна automation. Это page object pattern и page factory. Сначала поговорим про page object. Page object pattern, основные принципы его, как вы видите, это разделение методов, для взаимодействия со страницей и самих тестовых методов по разным классам. Например, вот мы для того, чтобы описать страницу homepage, мы создаем класс homepage, и в нее уже пишем все методы, например, там кликни на элемент, введи текст в какое-то поле. Все это ложится в homepage, соответственно, для работы со страницей homepage. И отдельно создаются классы для тестов, то есть тесты по homepage странице будут лежать в классе homepage tests. Зачем это делается? Ну, два основных аспекта – это улучшение поддерживаемости кода и снижение дупликаций. Поддерживаемость заключается в том, что мы описали эти методы в рамках одного класса, в одном месте, и переиспользуем в каждом уже тесте. И для того, чтобы изменить что-то, если нужно поменять в методе, мы меняем в одном месте, и оно автоматически подтягивается в каждый уже тест, и не нужно в каждом месте менять. Снижение дупликации – ну, тоже понятно. Так бы мы в каждом тестовом методе мы описывали один и тот же метод каждый раз. А так мы описали один раз и переиспользуем его из одного и того же места. Следующий паттерн – это PageFactory. Собственно, направлен, как вы видите, он на то же самое. И заключается в том, что элементы, с которыми мы будем взаимодействовать на странице, на веб-странице нашей, они описываются вот там же в этом классе. HomePage у нас там описаны эти элементы. Вот тут, кстати, вступает уже вход TestNG. TestNG предоставляет нам вот такие вот аннотации, которые говорят компилятору, что вот сейчас будет описан веб-элемент. И мы, собственно, пишем FindBy, говорим, по какому локатору найти этот элемент, и говорим, что это веб-элемент по имени, допустим, SignInLink. То есть впоследствии мы можем уже обращаться к этому элементу по вот этому имени. Дальше. Мы описали в рамках класса все веб-элементы, с которыми мы будем работать. И потом вот этой строчкой нам нужно будет их инициализировать. Это стандартная строчка. Это что она говорит, да? Это вот как раз этот PageFactory говорит, инициализируй мне элементы страницы HomePage. В классе HomePage. И впоследствии вот этих двух пунктов у нас вот эта вот строчка приобретает вот такой понятный и простой вид. Если бы не было PageFactory, нам каждый раз для того, чтобы взаимодействовать с каким-то элементом, нужно было сказать, драйвер, найди мне этот элемент, а потом на нем кликни. С помощью PageFactory мы просто пишем SignInLink клик. Понятно, интуитивно понятно, и даже тот, кто ничего не понимает в коде, поймет, что мы кликаем на линочке SignIn. В чем заключается улучшение поддерживаемости? В том, что точно так же мы описали все веб-элементы в рамках одного класса. Если, не дай бог, у нас поменялся локатор элемента, мы поменяли его в одном месте, и все это изменение потянулось уже везде дальше, где этот веб-элемент используется. Ну, дупликации точно так же понятно. Не нужно писать вот это все каждый раз. Так. Ну, собственно, по теоретической части все. Если у вас есть вопросы, давайте я поотвечаю быстренько и пойдем кушать сало. Инициализация страницы происходит уже в классе, в тестовом классе. То есть для того, чтобы взаимодействовать с этими элементами, нам нужно сначала их инициализировать. Если мы не напишем вот эту строчку, как бы веб-драйвер не поймет, с чем ему нужно, куда ему кликать надо. То есть мы инициализировали, вот это все дело сработало, да, мы нашли, создали ссылочки на каждый элемент, который у нас написан, и потом уже можем обращаться по этому имени к веб-элементам. А где лучше инициализировать? В каком классе? Инициализировать лучше в тестовом классе, в самом. Перед тем, когда… Да, да, перед тем… Да. То есть… Здесь два подхода есть. Можно написать, да, вот я это, кстати, сегодня покажу. Бывает же такое, да, если мы кликаем на линку, не бывает, а всегда так происходит, да, мы кликнули на линку, перешли на другую страницу. То есть это уже совсем другая страница со всем другими элементами. И, ну, блин, это на словах это лучше показывать, но мы можем в этом методе вернуть уже инициализацию следующей страницы. То есть ты в методе, там, клик, sign in link, да, ты делаешь ему возврат уже инициализированные элементы именно следующие. Допустим, search results, да, ты нажимаешь поиск и return у тебя уже, получается, ты возвращаешь этим методом, в этом методе возвращаешь инициализированные элементы. Либо вначале описывать все страницы, которые будут использоваться в тестах. То есть одна под одной, да, вот ты сел и подумал, ага, вот в тестах на homepage я буду использовать там homepage страницу, все через зал страницу, такую, 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 и все ты их написал и инициализировал элементы сразу всех страниц. Либо уже в методах потом. Почему не инициализировать элементы в конструкторе класса страницы? Можно и так, но я рассказываю сейчас простой, простой подход, чтобы было понятно всем. Да, можно, можно описать это все в base page там и, собственно, переиспользовать. Еще вопросы? Ну, я, да, я рассказываю простой подход, потому что если вникать уже вглубь туда программирования, то, я думаю, будет менее понятно.